Приветствую вас, дорогие мои омны! С вами опять я, Татьяна Шаманова. Сегодня у нас будет прогноз на недельку со 2 по 8 августа 2022 года. Это будет, конечно же, очень краткий обзор главных событий. Посмотрим, какие конфетки вас ожидают, какие могут случиться занозы. Ну и, конечно, спросим совета о картором. И ещё, дорогие мои, не будет у меня прогноза на август месяц. Ну вот, состояние моё здоровья мне не позволило сделать этот выпуск, к сожалению. Поэтому вот как получилось, так получилось. Так, ну ладно, давайте приступим всё-таки к нашей основной теме, то есть к прогнозу. Что же вас ожидает? Ваше настроение. Ммм, десятка мечей. Так, интересно. Ну давайте посмотрим, какие события ожидают. Что тут у нас такое может происходить? Семёрка жезлов. Луна. Ну давайте ещё одну. И семёрка пентаклей. Ну, скажем так, мои хорошие. Для кого-то на этой неделе закончится полоса невезения, возможно. Закончится какое-то очень трудное дело, затратное как физически, или морально затратное, или финансово затратное. Так же вполне возможно, что на этой неделе закончится, может быть, даже какое-то физическое недомогание. Потому что десятка мечей, она как бы страшна не была, чисто вот визуально, если смотреть на неё, она всё-таки говорит о том, что наступает конец чего-то. То есть всё, процесс закончился, дело закончилось, работа закончилась, мучения тоже подходят к концу. Осталось слегка, чуть-чуть потерпеть. И, в общем-то, ваше настроение и ваш настрой как раз и будет говорить о том, что вы готовы что-то потерпеть, в чём-то, возможно, ну, может, пересилить себя, на что-то такое настроиться, преодолеть, потерпеть, зная, что конец уже близок, конец трудных времён, конец какого-то напряжения, в том числе, кстати, и умственного напряжения. Потому что десятка мечей, она также говорит о нас и об умственном перенапряжении, слишком сильном перенапряжении. И вы готовы будете к этому. Вы готовы это будете перетерпеть. Где может проиграться, в принципе, друзья мои? Вернее, почему вот именно такой у вас настрой? С чем он может быть связан? Ну, как карты показывают, особенно семёрка, жезлов и луна, они показывают, что да, может иметь место быть некая борьба, может, связана с борьбой с конкурентами, может, с коллегами, может, со знакомыми, с друзьями, всяко бывает. Может, это связано с какими-то отношениями в родственных связях. Но придётся чему-то или кому-то противостоять. Придётся в чём-то побороться. Побороться за место под солнцем, за свои интересы, за свои права. Также, друзья мои, это может быть и связано с тем, что что-то вокруг вас будет непонятное, какие-то события. Может, у вас появятся подозрения, что вокруг вас какие-то интриги, какие-то игры ведутся, которые вам не нравятся. Да, может, интуиция подсказывать будет, что да, стоит подстраховаться или стоит защититься от чего-то или от кого-то. Луна – это всегда, друзья мои, тревога. Луна – это всегда невозможность увидеть то, что вокруг. Луна – это всегда грусть. Может быть, даже и в чём-то депрессия, связанная с чем-то депрессия. Вот, поэтому, в принципе, друзья мои, десятка мечей, как ваш настрой, ваше настроение, вполне могут связаны быть и вот с такими обстоятельствами, либо с обязательствами с какими-то. Ну, семёрка Пентакли также, в общем-то, может подсказывать о зависании каких-то дел, об остановке каких-то дел, да, о задержке, возможно, каких-то финансовых поступлений, выплатах, задержках каких-то дел домашних, хозяйских или не будет получаться быстро, что хочется сделать. То есть какая-то остановка, какая-то непредвиденная, возможно, задержка в чём-то, в каких-то делах, в отношениях в том числе. Вот, кстати, касаясь по поводу отношений, вполне возможно, что ваше настроение связано, действительно, может быть, и с разрывом отношений, и, ну, скажем так, не очень хорошим поведением со стороны партнёра или партнёрши, может, для кого-то даже и с предательством. Вполне возможно, друзья мои, открытием какой-то информации, которая, ну, мягко говоря, не обрадует, вот, и может вполне вот как раз ввести вот в такое состояние. То есть неделька-то довольно интересная у вас, в том плане, друзья мои, что скучать не придётся. Но я думаю, что не стоит расстраиваться, не стоит печалиться в том плане, что всё-всё плохо, ой-ёй-ёй, ай-яй-яй. Не забываем, что любые изменения, любая движуха в нашей жизни, она действительно ведёт к переменам. И, как правило, как говорят у нас, всё, что не делается, всё делается к лучшему. Ну и, конечно, друзья мои, не забываем, что это общий прогноз. Поэтому, ну, относимся к этой информации, как, скажем, трезво, с умом. Если она в чём-то может у вас проиграться, ну что ж, возьмите на вооружение. Так, теперь давайте посмотрим, точнее поговорим о конфетках. Ну и о занозах в том числе. Итак, какие конфетки, какие занозы вас ожидают? Какие конфетки ожидают? Ммм, интересно. Картамир, друзья мои. Вот ещё одно подтверждение о том, что действительно может что-то закончиться. Какой-то процесс, какое-то обстоятельство, какая-то ситуация. И, в общем-то, карта Мир и карта Десятка, они обои говорят об окончании чего-то. Ну, в данном случае, конечно же, карта Мир, она более глобальна, что ли, более серьёзна, более масштабнее, говорит о изменениях, или всё-таки это у нас конфетка. Это большая конфетка, друзья мои, хорошая конфетка. Да, для кого-то это действительно может говорить о том, что закончится чёрная полоса, или какая-то неприятная ситуация разъяснится. Для кого-то это закончится безработица. Для кого-то это окончание трудных отношений. Может быть, ссоры или ещё что-то. Для кого-то это известие издалека. Может быть, получение разрешения на выезд за границу. Вполне возможно. Может быть, получение информации о том, что благополучно разрешился вопрос о переезде куда-то, или о покупке недвижимости, или о продаже недвижимости. То есть, о каких-то сделках. Тут у каждого, конечно, может быть своё. Но конфетка хорошая. Так, какая зануза? То есть, борьба ваша, в принципе, вот здесь, она, можно сказать, как я уже выразилась, не лишняя. То есть, всё, что не делается, делается к лучшему. И в результате конфетка, конечно, очень даже внушительная. Так, заноза. Ну, заноза, друзья мои, туз мечей. Да, это информация. Непростая информация. Это, возможно, препятствие какое-то. Ну, не особо вас радующее, скажем так. Потому что всё-таки туз мечей, как мы видим, состоит из кинжала. То есть, острого чего-то. Ну, для кого-то, друзья мои, опять же, смотрим, это же на неделю, да, событие. Для кого-то это может быть действительно заноза. Вот в палец. Вонзится вам заноза. В прямом смысле слова. Может, какой-то... Порежете пальчик, может быть. И это. То есть, вот не надо вот так вот сразу глобально думать, что ой-ой-ой и ай-ай-ай. Может быть, это критика со стороны кого-то. Может быть, подстава какая-то. То есть, видимо, наговор на вас, вот скажем так, на вет. Всё-таки туз мечей очень тесно связан именно с информацией. Ну, ладно. Давайте посмотрим, что же вам советуют карты на эту неделю. Что они вам посоветуют? Ну, семёрка мечей. Быть изворотливыми, да. Быть умными. Просчитывать все шаги. Планировать, может быть, наперёд. Просчитывать свои шаги, в том числе и планировать наперёд. Это, в общем-то, одно и то же. Также не идти, возможно, в некоторых вещах по прямой дороге. Может, есть смысл найти обходной путь. Не идти на пролом куда-то. Не идти на ссору. В общем-то, как бы, знаете, страховаться. Подстраховаться. И не открывать ни в коем случае свои планы, свои намерения. Ни в коем случае действовать. Ну, из-под тяжка, если вот что-то вам там хочется того достигнуть, чего-то, допустим. Вот. Маневрировать, друзья мои. Да, маневрировать. И, естественно, обязательно обладать информацией. Информация – это всё, как говорит эта карта. Благодаря ей вы можете принять правильные решения и сделать правильный ход. Вот такой прогноз получился, мои хорошие. На этом я закругляюсь. Мне остаётся пожелать вам, конечно же, здоровья, конечно же, удачи, хорошей недели, приятных моментов, приятных встреч. Ну, а самое главное – будьте счастливы. И до новых встреч на моём канале и моём инстаграме. Приветствую вас, дорогие мои тельцы. С вами опять я, Татьяна Шаманова. Сегодня у нас будет прогноз на неделю со 2 по 8 августа. Прогноз, конечно же, очень краткий. Так сказать, сделаем краткий обзор главных событий. Небольшое объявление, друзья мои. Я не смогла сделать выпуск прогноза на август. Вот, в связи со своим, скажем так, не самым лучшим физическим состоянием. Поэтому сразу же предупреждаю вас, не ищите, не будет. Ну, а сентябрь, я надеюсь, что всё сложится хорошо. И я сделаю, смогу сделать этот выпуск. Ну, ладно, приступим. Итак, какие события, главные события вас ожидают на этой неделе? Каким будет ваше настроение? Так, двойка пентаклей, друзья мои. Ммм, интересно. Много забот каких-то, много хлопот. Даже, знаете, вы поставите перед собой задачу или цель завершить какие-то, может быть, даже остатки каких-то дел. Или порешать какие-то мелкие проблемы, мелкие задачи сделать. Может быть, даже, знаете, сделать много мелких покупок. То есть, совершить какие-то покупки. И, в общем-то, у нас здесь рисунок уже говорит о том, что, да, напряжно будет. Это, как бы, знаете, ввоз. Ввоз проблемы сделать. Но это, понимаете, это ваше решение. Это ваше желание. Ну, возможно, вы что-то уже через чур много накопили хвостов. Вот. И у вас кончилось терпение. И вы решите именно на этой неделе всё это дело порешать. Расчистите, чтобы у вас, как говорится, больше голова не болела. Ну, что ж, давайте посмотрим, а какие же всё-таки события вас ожидают. Ну, во-первых, тут у нас уже туз жезлов. Действительно. Бьём копытом. Горим желаниями. Горим намерениями. Хотелочками. Действительно что-то, возможно, забрежит у кого-то новое дело. И вам захочется сразу же за это дело взяться. Может, это новая работа. Может быть, какая-то информация поступит. И вас, как говорится, это, ну, взбодрит. Причём очень сильно взбодрит. Может, и настроение по этому рассчитаться со старыми хвостами, со старыми долгами, чтобы ничего не мешало взяться за новое дело. А может, это новые отношения, друзья. Для кого-то это новое знакомство. Или слишком такая, знаете, страстная неделя со своей партнёршей или со своим партнёром. И это тоже может быть. Ну, давайте посмотрим, что же ещё. Рыцарь Пентакли. Какие-то финансовые дела. Какие-то финансовые сделки. Какие-то финансовые расходы. Или финансовые доходы. Ну, в общем-то, знаете, либо они, именно эти финансовые операции вас ожидают на этой неделе. Либо вы будете планировать на будущую неделю. Или на какой-то будущий период. Да, в данном случае вполне могут быть сделки с какими-то персонами. Либо предложение кто-то получит. И вполне возможно, почему вот у вас такой порыв будет сделать что-то немедленно. Или может куда-то поехать немедленно. Или ещё что-то. Или приступить к чему-то немедленно. Да, вполне возможно, что это благодаря действительно какому-то предложению, какому-то новости. Или получению какой-то суммы. Причём приличной суммы. Именно эта сумма как раз будет достаточно для каких-то ваших целей. Вы будете намерены эту цель именно осуществить на этой неделе. Ну что ж, судя по вашему настроению, по двойке Пентакли, в принципе, да. Да, задач много, задач, может, даже не простых. Может, даже в чём-то, ну, не то чтобы трудных таких, а скорее необходимых. Вот так вот. Да, какие-то необходимые обязательства, может быть, вы именно захотите завершить на этой неделе. Ну, давайте посмотрим, что ещё. Какое событие. Так, Паш Кубков. Да, вот оно, друзья мои, предложение. Вот оно, знакомство. Может, сердечного плана, может быть, любовного, может быть, делового плана. Но, тем не менее, это может быть действительно горячая встреча, горячее знакомство, обсуждение каких-то очень насущных и важных для вас дел. Ну, разрешение, может быть, каких-то шероховатостей в отношениях или налаживание новых контактов. В общем, друзья мои, неделя довольно впечатлительная. Но, опять же, повторюсь, скорее всего, в очень положительном для вас плане. Несмотря вот на такое ваше настроение. Тут, знаете, как... Ой, забыла, как это выражение. Сами себя запрягли. Вот так. То есть вы... У вас настроение саму себя или самого себя запрячь в какие-то дела. Так, теперь давайте посмотрим, какие конфетки вас ожидают. Конфетки и занозы. Так, какие конфетки вас ожидают? Пятёрка Кубков. Ну, конфетка, конечно, по этой карте может быть... К сожалению, о чём-то. Необходимость с чем-то или с кем-то расстаться. Хотя, конечно, может быть и обидно, может быть и грустно, и печально. Может, это и какие-то воспоминания. Но почему конфетка, казалось бы, да? Да потому что, друзья мои, как бы ни было печально, обидно, грустно, но просто пришло время с этим расстаться. Порешать этот вопрос, разрулить этот вопрос, выяснить отношения, чтобы двигаться дальше. Вот именно двигаться дальше или внести какие-то изменения, начать что-то новое, именно это и является вашей конфеткой. Заноза какая вас ожидает? Ну, девятка кубков. В принципе, друзья мои, девятка кубков мало похожа на занозу, что уж там говорить. Я бы даже была склонна к тому, что это, скорее всего, не заноза. Может быть, необходимость отгородиться от кого-то. Вот так вот. В этом будет заноза. Именно необходимость, понимаете? Желание-то может быть так такового особо нет, но необходимость. Либо кто-то отгородится от вас. Кто-то отгородится от вас. Кто вам нужен. Так, совет. Совет к 2. Десятка мечей. Десятка мечей, конечно, говорит о том, что на этой неделе действительно вам нужно что-то закончить, что-то порешать, что-то завершить, что-то может быть вытерпеть, что-то или принять какое-то окончательное решение, как бы это было не больно, досадно и мучительно, скажем так, да. Ну, просто пришло время. Пришло время расстаться, завершить, закончить, выяснить, принять, понимаете? Может что-то и в себе изменить. Да. Вот как-то так. Ну, что ж, друзья мои, на этом я закругляюсь. Мне остается только вам пожелать обязательно легкой недели, обязательно приятных событий, благополучных финансов каких-то дел. Ну, а самое главное, будьте счастливы. Будьте счастливы. И до новых встреч на моем канале и моем инстаграме. Приветствую вас, дорогие мои близнецы. С вами опять я, Татьяна Шаманова. Сегодня у нас будет прогноз на неделю со 2 по 8 августа. Друзья мои, хочу сделать небольшое объявление. Нынче я не смогла сделать прогноз на август месяц. Ну, скажем так, не совсем у меня все было ладно со здоровьем. Поэтому извиняюсь, конечно, но вы остались у меня без прогноза на август. Но постараюсь обязательно сделать на сентябрь. Так вот получилось. Итак, приступим непосредственно к нашей теме. Это к прогнозу на неделю. Каким будет ваше настроение, ваш настрой? Ага. Ну, дама Жезлов, Жезлов, конечно же, говорит о очень позитивном настрое, энергичном настрое. Я бы сказала, что даже о динамичном настрое. Да, что-то сделать, порешать, поконтактировать, наладить все свои дела, продвинуть бизнес, что-то на работе добиться, дома сделать все дела, которые были недоделаны, или сделать какие-то новые дела. В общем-то, очень даже энергичное настроение. Ну что ж, посмотрим, что там с событиями будет. Отшельник, хорошо, колесница, и что еще? Ага, императрица. Ну, действительно, больше дела будут связаны, скорее всего, с домом, с семьей. Может быть, даже будет какая-то поездка или дела, связанные с поездкой, с переездом, с путешествием. Может, даже какие-то цели появятся, новые, новая работа, перемещения очень активные, активные встречи. Ну, конечно, отшельник здесь как бы немножко притормаживает, но в свете остальных карт у меня такое ощущение, что отшельник, он больше говорит о необходимости принимать взвешенные решения, мудрые решения, периодически останавливаться, ну, может быть, даже уединяться, отсоединяться от кого-то, отгораживаться, возможно, от каких-то встреч, от какого-то общения. Может, даже отгораживаться от каких-то, ну, скорее всего, ненужных для вас дел, или слишком напряжных дел, чтобы они не мешали вам личным каким-то делам. Ну, неделя интересная, друзья мои, да. И, в общем-то, если, особенно, если вы в образе той же императрицы, то во главу угла у вас на этой неделе будет только личные интересы, только личные дела. И не важно, чего они будут касаться, отношений, работы, дома, хозяйства. Может, кто-то займётся конкретно своей внешностью, захочет приодеться, прикупить. Может, кто-то займётся уборкой, той же генеральной уборкой. Может, ремонтом кто-то займётся. Вообще, по карте императрицы, конечно, сразу же проявляется желание обустроить своё пространство, обустроить свои отношения, чтобы был во всём комфорт. Понимаете? Ну что ж, теперь давайте посмотрим, какие конфетки вас ожидают. В принципе, дама Жезлов и императрица, они где-то рядом, друзья мои. Что дама Жезлов не терпит беспорядка вокруг себя и любит всем управлять, любит делать всё по-своему. То же самое императрица. возможно, конечно, друзья мои, кто-то получит покровительство от какой-то персоны, персоны, вполне возможно, помощь, поддержку, может кто-то встретиться с родными, какой-то может быть даже поездка вполне возможна к родным, может даже на какой-то праздник, отстранение от работы, чтобы была возможность куда-то съездить с кем-то встретиться сейчас мы посмотрим какая конфетка будет может даже конфетка как раз и подтвердит более ясный ответ ответ даст с чем вот это связано ваши такие желания и эти события и так какая конфетка вас ожидает ну пятерка кубков друзья мои озабоченность чем-то какой-то душевный порыв душевное настроение может даже знаете беспокойство о ком-то вполне возможно именно это связано и поездка или встречи или разговоры или вот ваша вот такая энергичная ваша энергичное поведение на этой неделе вот у меня такое ощущение еще знаете не знаю конечно что может на самом деле быть но конфетка для кого-то может быть расставание с кем-то до расставание с кем-то или расставание с чем-то что все ну наконец-то закончилось можно расслабиться можно отойти от этого может быть отдохнуть от это хотя бы на какое-то время вполне возможно что для кого-то это знаете увольнение с работы что ну наконец-то все бросила или бросил все можно забыть особенно если увольнение было трудно может отъезд от кого-то или отъезд гостей из вашего дома вот как-то так почему-то давайте посмотрим какие занозы могут быть так двойка жезлов тут мы видим какую-то настороженность друзья мои может быть даже необходимость принятия какого-то острого решения выбора точнее даже до выбора но скорее всего осторожность необходимость проявлять осторожность вот как необходимость выбирать между кем-то и кем-то может что-то узнаете какую-то информацию узнаете о вашем знакомом или вашем партнере партнерше вполне возможно друзья мои ну либо либо друзья мои неприятная какая-то встреча не совсем приятный разговор так ну что посоветует вам карты таро на эту неделю друзья мои сила 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 ну что сила конечно карта сильная хотела сказать карта мощная она говорит о борьбе она говорит о противостоянии она говорит об усилиях воли харизме то есть в принципе придется вам на этой неделе проявить именно эти качества до показать твердость своего духа показать твердость своих намерений ну может быть даже показать и силу своего влечения партнеру или партнерши если это касается к любовных отношений может быть необходимость проявить себя более уверенным или уверенной на работе в бизнесе ну либо в каких-то отношениях друзья мои и самое главное совет не сдаваться не сдаваться отстаивать свои права отстаивать свои интересы вот такой получился прогноз друзья мои не забывайте что это общий прогноз вот если кому-то какие-то карты не понравились не принимайте близко к сердцу вот потому что не факт что это может у вас проиграться и далеко не факт что этот расклад или этот прогноз может с вами срезонировать ну на этом я закругляюсь мне остается пожелать вам легкой недели удачных сделок разрешение всех ваших проблем удачи ну а самое главное будьте счастливы и до новых встреч на моем канале моем инстаграме приветствую вас дорогие мои раки с вами опять я татьяна шаманова сегодня у нас будет прогноз на неделю со 2 по 8 августа 2020 2022 года вот прогноз будет краткий как говорится остановимся только на самых главных каких-то аспектах событиях ну и конечно же посмотрим какие конфетки вас ожидали а какие занозы вы можете запутаться и спросим совет у карт втором и маленькое объявление дорогие мои прогноз на август месяц я к сожалению сделать не смогла и уже выпуска на этот месяц не будет увы но мое самочувствие не позволило мне это сделать но сентябрь сентябрь я надеюсь все будет в том же режиме как и было раньше так теперь вернемся к нашему главному вопросу это к прогнозу на неделю и так какие события вас ожидают на этой неделе начнем с вашего настроения с вашего настроя ну отшельник интересное конечно состояние состояние сосредоточенности состояние отрешенности возможно что перед кем-то из вас будет стоять очень сложная задача трудная задача или наоборот какая-то очень интересная цель интересная хотелочка намерение на котором вы хотели бы сосредоточиться сконцентрировать внимание только на этом и отрешиться как говорится от других каких-то дел отношений моментов проблем и так далее ну сейчас посмотрим что за события такие будут вас ожидать может быть события вас приведут в такое настроение или наоборот ваше настроение спровоцирует ряд событий главных событий и так король мечей королева мечей и еще одну пятерка чаш ну что сказать мои хорошие да действительно будет стоять некая задача вот возможно она будет касаться каких-то оформления каких-то документов или какой-то информации которую нужно добыть получить или может быть проанализировать очень тщательно похоже что на этой неделе кое-какие персоны могут повлиять на события или на ваши дела и в принципе да есть вероятность того что вы будете намерены эту задачу решить на этой неделе может она будет касаться и отношений вполне возможно все таки две фигуры выпали фигуры непростые я так вам скажу тут нет никаких таких эмоциональных всплесков этих персон ну если только это вы ну и то тут мы видим холодность прагматизм практичность аналитичность кажется и логику и больше ничего ну не знаю не знаю что это может быть у вас из каждого у вас все-таки вы все разные у каждого своя специфика но не исключено что на этой неделе вам придется порешать довольно таки интересные задачи сложные может для кого-то задачи может выяснить отношения разобраться в отношениях или наконец-то их поставить в некую точку что ли или поставить на вот на какую-то грани на какую-то полосу или знаете как-то определиться определиться и пятерка чаш в данном случае она как раз как бы подтверждает что настало время настало время вас это волнует вас это напрягает может быть даже вы и ощущаете некие опасения может вполне что кто-то из вас вынужден будет обратиться на этой неделе за помощью за консультацией может даже к юристам вполне возможно но за консультацией причем понимаете серьезные такие за серьезным советом за серьезной информацией вот может даже и юридического характера ну для кого-то конечно карта может проиграться я имею ввиду пятерка чаш как и кто-то к вам обратиться за помощью и вы будете заняты делами какого-то человека ну думаю что близкого вам скорее всего либо может это родственника либо это члены семьи то есть какое-то очень близкое окружение и в принципе тогда отшельник в общем-то очень хорошо показывает именно концентрацию вот на таких делах на таких событиях друзья мои даже вы знаете идет такое ощущение что это неделя для кого-то может стать решающей до решающей в каком-то вопросе в каком-то деле в какой-то ситуации это может касаться и работы это может бизнеса касаться каких-то личных дел домашних вполне возможно друзья мои ну давайте посмотрим что за конфетка вас ожидает может как раз конфетка нам приоткроет завесу что-то более конкретно покажет чем вы будете заняты и в чем вас ждет удачи и так какая конфетка вас ожидает еще одна персона королева жезлов ну что уж конфетка это действительно какой-то человек скорее всего женщина женщина деятельная женщина которая может организовать некий процесс оказать помощь кстати говоря может даже это и вы ваши способности ваши таланты ваша энергия ваши какие-то движения динамика действий решительность упорство да они могут проснуться на этой неделе хотя может даже вы и не ожидаете что вы можете быть такой и можете быть таким но что-то вас подвигнет возможно да действительно как раз и некая такая пожарная ситуация сподвигнет вас на такие несвойственные вам возможно активные телодвижения активные действия и решительность в том числе вот такая интересная конфетка ну может кто-то получит действительно покровительство может кто-то получит неожиданное для вас влияние извне на ваши дела на вашу проблему или на вашу какую-то задачу ну что ж хорошо а заноза какая так тройка пентакли ну что тут можно сказать не исключено что занозой явится ограниченность финансах до ограниченность финанс может не хватать некой суммы или сумма которая у вас есть может быть недостаточно для решения какой-то задачи да это может элементарно друзья мои необходимость что-то купить также тройка пентакли может говорить о препятствиях или проблемах при оформлении каких-то документов либо препятствий или проблемы в каких-то соглашениях в каком-то партнерстве в единстве вот как-то так мне это видится ну что ж да может быть действительно вы хотите с кем-то сойтись с кем-то договориться с кем-то что-то порешать но будет несколько сложновато будут некие шероховатости или это будет не так легко но это не говорит о том что это невозможно нет друзья мои так совет какой совет вам на эту неделю дает карта таро принц жезлов можно сказать что еще один персонаж но мы будем рассматривать в более широком аспекте да вполне возможно что как-то советует обратить внимание на кого-то из младших в вашем окружении может это ваши дети может быть это ваши ближайшие родственники которые очень активны в вашем окружении недалекие конечно вот с которыми вы сталкиваетесь каждый день вот так же карта может советовать обратить внимание на некую новость на некие разговоры на информацию может быть даже поступившему поступившую вам случайно на телефонном звонке письменном каком-то сообщении может быть и так друзья мои ну а еще совет конечно быть активным активным еще раз активным поддерживать в себе тот первоначальный огонек то первоначальное желание которое у вас будет возникать то есть вот в первые секунды в первые минуты вот как-то так друзья мои ну что ж прогноз довольно таки интересный конечно но я бы не сказала что тут что-то вот совсем 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 я бы даже выразилась что неделя может быть сопряжена с какими-то трудностями но эти трудности они вам могут очень многое дать да ну и конечно контакты контакты еще раз контакты связи отношения это будет скорее всего на первом месте ну что ж на этом я закругляюсь мне остается пожелать вам конечно же здоровья легкого настроения приятных встреч удачных финансовых сделок спокойствие мира в семье а самое главное будьте счастливы и до новых встреч на моем канале моем инстаграме приветствую вас дорогие мои львы и львицы с вами опять я татьяна шаманова сегодня у нас будет прогноз на неделю со 2 по 8 августа прогноз будет короткий рассмотрим только самые самые главные события ну и конечно пока смотрим какие конфетки вас ожидают а какие занозы вы можете споткнуться но и спросим совета у карта ром еще дорогие мои коротенькое объявление нынче я не смогла выпустить сделать выпуск прогноза на август так получилось к сожалению здоровье мне не позволило это поэтому я надеюсь что сентябрь будет все восстановлено и я его сделаю ну а с августом вот так как говорится пролетела я как фанера над парижем ну ладно итак прогноз на неделю друзья мои что же вас ожидает ваше настроение двойка мечей спокойствие интересно интересно ну что ж давайте сразу наверно выложим карты на события те же события вас могут ожидать что вы спокойны будете как удав и так главные события так четверка чаш эрофант и пятерка мечей ну что сказать в принципе действительно вполне возможно будет у вас такое состояние некой отрешенности да и спокойствие и в то же время может быть даже смены место своей деятельности кто-то возможно уйдет в отпуск кто-то может быть уволиться и решит подумать о чем заняться дальше что делать дальше кто-то просто может быть будет наслаждаться отдыхом кратковременным отдыхом вот возможно у кого-то это необходимость будет подумать от кого-то отрешиться может даже от каких-то отношений может быть от какой-то тяжелой работы кстати говоря пятерка чаш может четверка чаш может также показывать восстановление 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 после тяжелой какой-то работы изнурительной может быть работы или какого-то может быть обрала необходимости доделать обязательно что-то ну и вот как говорится пришла новая неделя и появилась возможность наконец-то расслабиться ну вот настроение кстати подвойки мечей она также показывает желание погрузиться в себя в свои мысли вот тут а душе не идет речь а вот именно в свои мысли может что-то понять на чем-то сконцентрировать что-то может быть даже проанализировать а может просто вот знаете занять свою голову чем-то другим да отказаться отстраниться точнее от того течения мыслей которые в общем то у вас каждый день текущие как говорится мысли о текущих делах о текущих работах и четверка чаш она ка очень даже хорошо говорит что действительно это может иметь место быть даже знаете желание вот именно желание расслабиться ну ирофант появление ирофанта конечно может говорить о том что состоится какая-то встреча возможно очень важная для вас встреча важный разговор ну а также для кого-то эта карта может проиграться и встречей человека который вам по судьбе это может быть и в общем то и сердечного плана человек это может быть и человек близкие вам как бы по душе или человек который в будущем сыграет очень сильную роль в вашей жизни также для кого-то карта может проиграться и в общем то и и супружеством да друзья мои может быть решением начать жить под одной крышей а то и официально оформить брак возможно на этой неделе ваш партнер или партнерша примут окончательное решение быть с вами не только вот как говорится временами но и на всю оставшуюся жизнь или вы сами примете окончательное решение что да этот человек вам подходит и в принципе вы согласны быть с ним ну в любом случае в любом случае конечно ирофант говорит о серьезности намерений о серьезности принятого решения понимаете причем это решение оно вот не просто будет как решение да но это решение может повлиять повлиять на вашу оставшуюся жизнь на ваши дела или на ваши отношения ну пятерка мечей конечно показывает в первую очередь о вашей усталости может быть может быть о вашей какой-то отрешенности усталости знаете не просто даже от физической работы нет усталости от каких-то дум от каких-то мыслей усталости от того что каждый день вы думаете об одном и том же что вот эту проблему надо порешать а пятерка мечей она именно говорит о проблеме о бывшей проблеме или проблеме прошлого или текущего вот возможно она также у кого-то проиграется как решением этой проблемы и опустошением вам от того что все это наконец-то разрешилось ушло там потерялась я не знаю развалилась или каким-то образом но ушло на задний план может быть даже совсем ушло от вас и вот эта опустошенность апатия усталость она может иметь место быть друзья мои может вполне ну что ж давайте теперь поговорим о приятном а какие же вас ожидают конфетки и так какие конфетки вас ожидают ну десятка мечей друзья мои карта конечно не очень как говорится хорошая на первый взгляд но это все-таки у нас позиция конфетки и это конфетка будет именно как раз о конце чего-то вот принципе принципе друзья мои а то о чем я вам описывала по пятерке мечей и в общем-то и остальные трактовки десятка мечей она подтверждает что конфеткой может явиться окончание чего-то неприятного болезненного вынужденного да это может быть конфликт и на работе или увольнение с работы конфеткой может быть до окончании какой-то тяжелый тяжелый работы или каких-то очень разрушающих отношений конфеткой может быть излечение от болезни да да может было какое-то недомогание и эта неделя наконец-то вам покажет что да все трудные времена проходят черная полоса заканчивается и это будет конфеткой друзья мои так а какая заноза вас ожидает принц дисков ну может быть знаете события не так будут быстро развиваться как вам бы хотелось вот только в этом заноза может быть и конечно и занозы являются какие-то дела связанные с детьми может быть занозы являются остановкой процесса который бы вы хотели как можно быстрее продвигать понимаете то есть какое-то какая-то задача требует времени а вам это не очень нравится понимаете вам хочется вот прямо вот сразу и сейчас получить но увы просто сам процесс требует времени решения этого какой-то задачи просто требует времени ну в рамках закона может быть или в рамках созревания или что-то еще или может по причине действий какого-то человека да друзья ну и так же конечно это может быть связано с финансовыми вопросами так какой совет вам дают карты таро на неделю шут ну что шут он и есть шут друзья мои относиться ко всему происходящему легко не заморачиваться проявлять фантазию проявлять креативность да друзья креативить ну в принципе что еще тут можно добавить ну вот при всей легкости при всей легкости и совета ко всему относиться легко в то же время вот мне такое ощущение карта как бы советует быть ну своего рода осторожны что ли не допускать в своем окружении людей которые могут вас подвести да подставить подвести не со зла нет не со зла а в силу вот своей такой необязательности в силу своей может даже где-то глупости несерьезности вот как-то вот так безответственности вот такой совет друзья мои ну что ж на этом я закругляюсь мне остается пожелать вам здоровья плодотворной недели удачи фортуны легкого общения приятного общения ну а самое главное будьте счастливы и до новых встреч на моем канале и моем инстаграме приветствую вас дорогие мои девы с вами опять я Татьяна Шаманова сегодня у нас будет прогноз на недельку со 2 по 8 августа прогноз будет кратким остановимся только на главных моментах на главных событиях вот посмотрим конечно какие конфетки вас ожидают какие занозы спросим совета у карта вот в общем все в том же режиме и еще маленькое объявление я нынче не смогла сделать прогноз на август к сожалению мое самочувствие не позволило мне сделать это поэтому вот как то так получилось ну бывает 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 со здоровьем не поспоришь вот но сентябрь месяц конечно же я буду делать однозначно а вот с августом увы и ах так ну а теперь вернемся к нашим насущным делам то бишь нашей к нашему прогнозу и так какие события вас ожидают на этой неделе ваше настроение ваш настрой так карта смерть ну я бы сказал серьезный настрой друзья мои настрой окончательно что-то разрешить причем вот именно окончательно это может быть увольнение это может расставание с кем-то это может быть заключительное решение какой-то ситуации это может быть погашение обязательств перед кем-то ну так же может касаться и вашей личности друзья мои да ну давайте посмотрим по событиям что это может что повлияло вот на такое довольно таки кардинальное настроение это вот такое ощущение что вот знаете встаю утром завтра и начинаю новую жизнь вот такое настроение сейчас посмотрим какие же события вас ожидают так тут жезлов интересно что еще король жезлов ну как-то становится вроде бы понятно и девятка мечей ну вот что сказать друзья мои довольно таки интересные выпали карты да возможно такое настроение связано с новым этапом вашей жизни на этой неделе может с новой работой с новыми отношениями с новой идеей с новой хотелочкой целью и в общем-то как-то вы это настроены очень даже решительно может какой-то человек появится в вашем окружении и вас вот чем-то зажгет может вас чем-то поддержит какой-то союз с ними создадите кстати говоря это может быть и любовный союз да 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 туз жезлов также говорит и отстрасти страсти в отношениях тем более тут рядом у нас еще и король пентакли так что все может быть связано и с человеком это может быть и влюбленность первая искра любви а также может быть и выяснение отношений причем знаете вот это выяснение отношений причем знаете не важно что это только любовные любые выяснения отношений они в общем-то приведут к хорошему результату к практичному результату как бы да результат будет не просто позитивный в эмоциональном плане а скорее всего будет позитивным на дальнейшие события не несмотря на то что у нас здесь девятка мечей находится да это в принципе не так уж можно сказать плохо в том плане что для вас это будет очень важно и вот девятка мечей она чем-то созвучна у нас и с вашим настроением то есть окончательно разрешить что-то окончательно получить что-то и страх понимаете страх что не получится переживание а вдруг сорвется а вдруг не так пойдет прокручивание в мозгу своего рода знаете мозговой штурм что делать как сделать тут и стратегии тут и тактика тут как говорится и слезы и бессонные ночи вот мне так видится друзья мои но для этого будет причина причина веская не исключено для кого-то это будет очень важная сделка может сделка с недвижимостью может быть для кого-то это будет решение куда-то переехать не исключено причем переехать довольно таки кардинально не в одной местности поменять жилье а вполне возможно что переехать далеко в другую страну вот как-то вот так друзья серьезная неделя серьезная ничего не скажешь может появиться у некоторых из вас какая-то задача важная для вас задача и эта задача будет иметь серьезные последствия для вас и от того как вы ее решите может сложиться в дальнейшем жизнь совсем совсем точнее жизнь может пойти по другому курсу так ладно давайте посмотрим какие конфетки и какие занозы вас ожидают итак конфетки шут друзья мои ну что ж обновление обнуление вот знаете вот все одно к одному друзья мои смотрите здесь у нас можно сказать тоже обновление уход в прошлое разрыв окончательный или допустим ну я не знаю расставание с кем-то ну вот если на бытовом уровне вы приняли решение продать машину да продать жилье то есть вы туда уже и не к машина не будет вам больше принадлежать и жилье не будет вам принадлежать то есть вы окончательно разрываете связь с этими предметами вот то же самое у нас шут как в виде конфетки говорит да очищение своего пространства очищение своего окружения обновление обнуление каких-то дел может быть действительно кто-то у вас поменяет деятельность может кто-то поменяет окончательно отношения ну что-то может в вас перевернуться вот знаете какой-то пласт сковырнуться уйти может быть какой-то камень упасть с души там или я не знаю откуда и как бы появится новый источник может новый источник энергии может новый источник идей новых идей видения вот как-то так ну довольно серьезная конфетка я вам скажу такая интересная интересная многообещающая ну что ж посмотрим посмотрим так какие занозы восьмерка мечей ну в принципе друзья мои девятка мечей восьмерка мечей пока как раз девятка мечей говорит о некой занозе но в данном случае здесь было о переживаниях о умственном метании когда мысли не дают уснуть не дают успокоиться то восьмерка мечей она больше показывает о неких ограничениях как бы знаете хочется быстро и сейчас хочется чего-то такого но вот увы сковали по рукам и ногам может для кого-то в буквальном смысле слова какое-то недомогание что невозможно встать невозможно температура может быть понимаете или какие-то или обязанность ухаживать за кем-то из ближайших ну просто друзья мои ограничения не обязательно это болезнь любые ограничения могут проиграться как занозой так совет карт втором двойка пентаклей жонглируйте друзья мои манипулируйте ищите варианты успевайте делать все вот мне эта карта всегда для меня как фигура здесь фигура там да да дела мелкие да суетливые да много времени занимают некогда присесть некогда отдохнуть но понимаете оно того стоит нужно легко к этому относиться и нужно все успевать вот такой совет у меня ну что ж на этом я закругляюсь мои хорошие мне остается пожелать вам хорошей недели приятных встреч любви здоровья а самое главное будьте счастливы и до новых встреч на моем канале и моем инстаграме приветствую вас дорогие мои весы с вами опять я Татьяна Шаманова сегодня у нас будет прогноз на недельку со 2 по 8 августа прогноз будет очень краткий сделаем обзор только главных событий посмотрим какая конфетка вас ожидает а какую занозу вы можете споткнуться конечно спросим также совет картором ну и еще у меня друзья мои есть для вас очень коротенькое сообщение ой нынче не смогла я сделать выпуск на август месяц прогноз на август месяц ну состояние здоровья моего не позволило к сожалению это бывает ну чё поделаешь вот но на сентябрь конечно же выпуск обязательно будет вот такое сообщение продолжим итак какие события вас ожидают на этой неделе ваше настроение ваш настрой ну пятерка чаш как-то вроде мрачновато с одной стороны но не будем делать скоропалительных выводов давайте посмотрим а какие же события вас ожидают главные события семерка чаш так что еще паш мечей и еще что королева мечей так чуть-чуть пододвинем так вот что мы тут видим ну пятерка чаш друзья мои она как бы у нас намекает что иногда настроение будет не очень будут скажем так кратковременные периоды может быть ностальгии может воспоминаний может быть какие-то обиды на кого-то или на что-то или на себя вот тут знаете больше такое погружение в душевное состояние погружение во внутрь себя не как вот мысли да здесь мы видим именно ощущения ну вполне возможно что это связано с какими-то с какой-то информацией друзья мои потому что у нас здесь выпал паш мечей и королева мечей это уже намек во-первых на получение информации информации вполне возможно такого острого характера может быть кого-то она насторожит может кого-то она наоборот настроит на борьбу на активные такие действия на активный мыслительный процесс на желание защититься на желание дать отпор причем такой отпор чтоб мало не показалось вот ну будет некий выбор своего рода как же действовать все-таки семерка чаш она больше говорит о неуверенности с одной стороны ну и с другой стороны действительно о выборе ну это именно на эмоциональном эмоциональном уровне да на эмоциональном уровне так что еще друзья мои да могут быть новости может быть вмешательство в ваши дела какой-то дамы может быть критика со стороны кого-то может это на работе или из вашего ближайшего окружения вот как говорится критиковать все у нас любят надо и не надо да и только увидите соринку в глазу поэтому не стоит на это обращать внимание ну а вообще еще вот у меня знаете такое ощущение от этих карт как вроде бы вы на этой неделе что-то захотите поменять независимо даже от того какие обстоятельства будут вокруг вас какие события вот такое ощущение что что-то вам не понравится внутри себя или не понравится то что вы делаете может как вы себя ведете или как вы провели разговор с кем-то как прошла встреча или как там какой результат вы получили от каких-то своих действий тут больше я вижу эмоциональные ваши терзания внутренние терзания ну давайте посмотрим какие конфетки вас ожидает может как раз конфетка станет для нас более скажем так предметным ориентиром что будет происходить особенно по части результата сейчас глянем и так какие конфетки вас ожидают пятерка чаш смотрите тут пятерка чаш и тут пятерка чаш но друзья мои это уже знак во-первых во-вторых у нас пятерка чаш все-таки в позиции конфетки и в общем-то я была права права что ваше настроение не будет связано с какими-то посторонними событиями нет а скорее всего будет связано с вашим душевным переворотом если может можно так выразиться или с какой-то душевной перестройкой перезагрузкой желанием что-то поменять сделать так чтобы было вот именно вам приятно вам комфортно и в принципе друзья мои у вас это получится да у вас это получится вы наведете порядок в своей душе смотрите вот даже вот здесь у нас выпали меченосные карты паш мечей королева мечей это еще раз подтверждает что может быть может быть и со стороны других какой-то будет толчок может даже неявный может какое-то слово может какая-то информация что-то где-то услышали что-то где-то увидели и процесс начался процесс вашей трансформации друзья мои ну давайте еще одну карту на конфетку как говорится ну вот шестерка ой извините влюбленная карта влюбленная гармония баланс перестройка выбор принятие какого-то решения вот все одно к одному друзья мои еще раз подтверждаю что ваши внутренние вот эти душевные терзания они закончатся с положительным результатом более того приведут вас в некое состояние стабилизации что-то ну еще раз повторю именно в состоянии гармонии так какая вас ожидает заноза ну карта суд карта суд друзья мои ну еще раз говорит нам о каких-то переменах своего рода знаете вынужденном перерождении что ли ну для кого-то это может проиграться карта как действительно участие в каких-то судебных процессах и в принципе это тут тоже у нас речь может идти о правосудии может быть даже решение каких-то юридических вопросов вынужденное решение юридических вопросов с какими-то может быть с документами придется столкнуться или оформлять эти документы что-то там возможно корректировать или вы увидите с новой стороны саму ситуацию и придете к выводу что опять надо начинать все сначала по-другому надо что-то делать по-новому вот такое ощущение друзья мои ну давайте спросим какой совет вам дают карты таро так девятка жезлов ну если ситуация у кого-то из вас очень устрая то есть необходимость выстроить защиту причем крепкую защиту надежную защиту использовать какие-то навыки методы способы исходя из вашего прошлого опыта что-то доделать если не доделано что-то оформить если не дооформлена то есть закончить процесс ну и конечно же быть осторожным не принимать на веру какие-то слова или чьи-то заверения какие-то может быть уверения со стороны других людей что нет-нет не так все как ты думаешь а вот так то есть все таки сбросить какую-то может быть сеть иллюзий и трезво подойти к делам трезво подойти к проблемам и задачам ну у кого они конечно стоят вполне возможно кто-то из вас на этой неделе будет заниматься только своей личностью своим душ своим душевным состоянием своими душевными метаниями и событий может и не происходить друзья мои так что вот такой интересный прогноз получился не забывайте что это общий прогноз и естественно наличие карт которые вас могут насторожить воспринимайте ну адекватно скажем так не факт что у вас что-то это сбудется все-таки вас много вы все разные разные обстоятельства ну если имеет место быть какое-то событие то может быть стоит принять во внимание ту информацию которую рассказывает нам карты и сделать из этого выводы на этом я закругляюсь мне остается пожелать вам конечно же здоровья удачи любви денежек побольше приятных встреч приятных разговоров и вообще легкой недели ну а самое главное друзья мои будьте счастливы и до новых встреч на моем канале и моем инстаграме приветствую вас дорогие мои скорпионы с вами опять я Татьяна Шаманова сегодня у нас будет прогноз на неделечку со 2 по 8 августа прогноз будет очень краткий рассмотрим только самое главное событие конечно же посмотрим еще какие конфетки вас ожидают а какие занозы вы можете споткнуться и спросим совет у карт ром маленькое объявление друзья мои я нынче не смогла сделать выпуск по знакам зодиака выпуск прогноза событий на август вот как-то вот так получилось не получилось точнее ну бывает бывает что здоровье иногда не спрашивает и начинает давать сбои ну приступим итак какие события вас ожидают ваше настроение восьмерка мечей хорошо ладно посмотрим какие события кто виноват в вашем настроении или вы или события сейчас посмотрим итак что у нас получилось пятерка пентакли колесница и дама кубка ну во первых настроение по восьмерке мечей сразу же скажу не стоит этого пугаться этой информации потому что карта говорит в основном об ограничениях что-то вы хотите нынче себя в чем-то поограничивать это же ваш настрой ваше настроение то есть может вы передумаете что-то сделать или если будете делать то не в тех рамках в каких надо ну может в принципе решите дать себе отдых или допустим что-то вам будет не нравиться и вы будете тормозить сам процесс намеренно тормозить как бы не пускать в круг людей не пускать какие-то события обстоятельства отказываться может быть от чего-то вот вот такое настроение друзья мои по старшему аркану колесница конечно же тут идет у нас речь скорее всего о какой-то поездке вот или о каких-то делах связанных с автомобилем ну а вообще конечно вот смотрите все-таки настроение ограничивать себя или других в чем-то вполне возможно связано с некой целью появится у вас какая-то цель ну вполне возможно что могут мешать вам реализовывать эту цель и вы начнете стопорить людей ваше окружение или тех людей которые будут вам мешать а также у нас здесь знаете еще есть пятерочка пентакли ну пятерка пентакли говорит о недостатке чего-то допустим возможно финанса возможно чьего-то внимание поддержки и вполне возможно что вот как раз недостаток средств заставит вас себя в чем-то ограничить что-то не купить допустим или купить не по той цене или не продавать что-то потому что вас вас не будет устраивать цена ну дама кубков друзья мои конечно скорее всего это вы здесь мы видим эмоции здесь мы видим скажем такое состояние колеблющейся сегодня прекрасное настроение завтра чуть-чуть похоже послезавтра фейверк восторга и так далее понимаете вот такая нестабильность внутреннего душевного состояния может это связано у кого-то будет с любовными делами у кого-то с делами домашними с родными вполне возможно ну дама кубков еще может говорить конечно и о какой-то персоне которая может на этой неделе повлиять на ваши дела или к вам приехать или состоится какая-то неожиданная встреча какой-то неожиданный разговор не обязательно это женщина нет это может быть и мужчина то есть человек который похоже будет заинтересован вас в чем-то в ваших делах или у него интерес будет свой личный интерес но этот интерес может реализоваться только через вас кстати говоря вполне возможно что к вам могут обратиться на этой неделе и за помощью да попросить денежек попросить в чем-то помочь может советом может поддержкой может быть сделать за себя какую-то работу да мало ли о чем могут попросить люди так хорошо идем дальше вот вполне возможно что ваше настроение ограничения вот эти они могут связаны с тем что не захотите вы поддерживать этого человека или давать ту сумму которую он попросит а может вообще откажете финансовой поддержки итак теперь давайте поговорим о приятном какие конфетки вас ожидают восьмерочка жезлов друзья мои ну новости новости очень приятные стремительные новости ворвутся в вашу жизнь какие-то события в вашу жизнь ворвутся стремительно неожиданно может поворот какого-то обстоятельства или какого-то какой-то ситуации будет настолько кардинально для вас опять повторюсь неожиданным и приятным все-таки это у нас конфетка да возможно уйдет какая-то проблема раз и как говорится вылетит в трубу возможно уйдет обстоятельство какое-то тяжелое что-то утрясется может на работе или какие-то конфликты какие-то ну скажем неприятные моменты исчезнут просто стремительно исчезнут из вашей жизни вот ну а в основном конечно карта может говорить о неожиданной приятной новости или событии вот даже так так а какую заноску вы можете споткнуться влюбленные ну влюбленные конечно речь идет об отношениях вот скорее всего действительно могут иметь место быть не совсем приятные для вас с кем-то отношения ну как придется допустим отказываться от встречи придется отказаться от разговора или если разговор состоится то он для вас ну скажем так или не своевременный что вы не готовы к этому разговору или ну просто неприятен вот как-то так или могут также занозы быть неудавшиеся контакты может вы с кем-то хотели познакомиться но не получилось может с кем-то захотели войти в партнерство но вот с первого раза не получилось вот бывает такое в общем что-то завязано на отношениях ну и конечно же вполне возможно что на этой неделе придется возможно делать какой-то выбор хочешь не хочешь а надо и этот выбор может быть для вас скажем так не совсем вовремя вы бы хотели чуть отсрочить этот момент может быть и даже такое ну и давайте спросим какой совет вам дает карты тарона эту неделю шестерка жезла друзья мои карта победы да идти до конца действовать в своих интересах тем более если у кого-то из вас есть некая цель то не сворачиваясь дороги стремиться к этой цели реализовать эту цель не важно большая она маленькая бывает с маленькой цели начинается очень-очень большое событие и очень большие перемены в жизни вот ну сами понимаете карты победы это особо не требует расшифровки тут только один совет побеждать 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 вот и все возможно для кого-то эта карта намекает что если вы собрались куда-то в поездку то надо съездить не отказываться от этой поездки или не отказываться от приезда какого-то человека или от встречи с каким-то человеком вот как-то так ну что ж дорогие мои на этом я заканчиваю мне остается пожелать вам здоровья удачи легкой недели легкого настроения любви ну а самое главное будьте счастливы и до новых встреч на моем канале и моем инстаграме приветствую вас дорогие мои стрельцы с вами опять я Татьяна Шаманова сегодня у нас будет прогноз на неделю со 2 по 8 августа прогноз будет краткий рассмотрим самые-самые главные события посмотрим какая конфетка ожидает какие занузы спросим советов карта ром вот все в прежнем режиме и еще друзья мои маленький совет ой маленькое объявление к сожалению я нынче не смогла сделать прогноз событий на август по знаком зодиака ну вот увы здоровье не позволило так что как говорится прошу прощения бывает не все зависит от нас так ну что ж давайте приступим непосредственно к нашей задаче прогнозу итак какие события вас ожидают каким будет ваше настроение семерка чаш ну настроение то одно то другое то одного будет хотеться то другого будет хотеться вот такие знаете колеблющиеся хотелочки может быть даже иногда в мечты будете впадать может быть даже иногда захочется чего-то несбыточного скажем так фантастического ну почему бы и нет с этого в общем то и начинаются все дела серьезные сначала с мечты а потом со всего остального ну давайте посмотрим события спровоцировали события ваше настроение или это вы спровоцируете события так ну двойка пентаклей повешены и восьмерка жезлов ну знаете не все просто похоже не исключено что будет какая-то информация неожиданная или может быть ворвутся ворвется в вашу жизнь какие-то неожиданные события или поворот событий пойдет не туда куда вы ожидали что-то может неожиданно разрешиться и в принципе в положительную сторону конечно вот и поэтому не исключено что будет повод о чем-то помечтать чего-то пожелать ну карта повешенной она скажем так не совсем простая но в основном она говорит об остановке об остановке вполне возможно что вот эти события они приостановят некий процесс ваши действия вашу работу приостановят вполне возможно вот на какой-то этап может подвиснет какое-то обстоятельство или решение какого-то вопроса которого вы ждаете ожидали либо вы сами передумаете передумаете понимаете и сами приостановите откажетесь возможно даже от того чего хотели раньше но вообще неделя суетливая может быть друзья мои очень суетливая вполне возможно что много дел свалится мелких дел может много свалится мелких расходов что придется и там и там как говорится одновременно бывать в нескольких местах может потому что захочется как-то вот продвинуть что-то может быть денежку заработать а может быть вот как раз вот эти стремительные события они и заставят вас вот так вот суетиться делать все быстро ловко может быть даже знаете как-то где-то манипулировать и может быть где-то прикидывать а как лучше сделать так или эдак может где-то шустрить как бы подталкивать себя или других что ну давай 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 вот что-то вот в этом роде вообще карта повешенной в этом раскладе она благоприятна в том плане если у вас был с кем-то спор ссора ругань или какие-то сильные разборки тут вот это на этой неделе скорее всего затихнет затихнет ну что ж давайте поговорим о приятном какие же вас конфетки ожидают на этой неделе может вот это как раз и есть конфетка это событие и так конфетка семерка мечей ну да в данном случае карта говорит что появится возможность увильнуть от чего-то отказаться от чего-то обхитрить может быть кого-то собрать ту информацию которая ранее была от вас очень скрыта даже может не совсем таким честным путем добудете эту конфиденциальную информацию через какие-то такие очень-очень личные источники либо появится возможность просто эту информацию или может это связано с документом с каким-то подсмотреть ее специально так знаете свистнуть может быть этот документ то есть карта довольно разнообразная в этом плане но это для вас конфетка понимаете то есть найти может быть какой-то обходной манер скрытый манер тайный тайные пути решение проблемы или решение задачи или добычи какой-то информации или еще чего-то тайные может быть знаете это быть и тайная встреча тайный сговор но так как это конфетка естественно для вас это большой-большой плюс ну что ж давайте посмотрим какая заноза вас ожидает пятерка жезов ну вот действительно возможен какой-то спор конфликт разборки отстаивания своих интересов своих прав ну скажем горячий момент может быть в отношении с кем-то поэтому неудивительно что потребуется что-то сделать так чтобы выйти сухим либо из воды либо порешать этот конфликт в своих интересах так теперь давайте посмотрим совет совет карта ооо девятка пентакли ну совет друзья мои совет спокойным уравновешенным осмотрительным практичным и конечно же не забывать о себе не забывать о своих интересах не важно что это за интересы морального плана психологического плана или финансового плана делового плана главное чтобы это было вам выгодно вот такой совет мои хорошие ну что ж на этом я закругляюсь мне остается пожелать вам конечно же приятной недели приятных встреч разговоров выгодных дел денежек побольше а самое главное друзья мои будьте счастливы и до новых встреч на моем канале и в моем инстаграме приветствую вас дорогие мои козероги с вами опять я Татьяна Шаманова сегодня у нас прогноз будет на неделечку до 102 по 8 августа прогноз краткий конечно же рассмотрим только самое самое главное событие посмотрим какие конфетки вас ожидают а какие занозы вы можете споткнуться и конечно же спросим совета у карт Таро на эту неделю и еще друзья мои маленькое сообщение я не смогла сделать выпуск прогноза событий на август месяц к сожалению состояние здоровья мне не позволило вот ну бывает в жизни огорчение что тут поделаешь но на сентябрь я надеюсь обязательно прогноз я сделаю вот такие пироги ну а сейчас давайте вернемся к прогнозу итак какие же события главные события вас ожидают в этом месяце ой извините на этой неделе со 2 по 8 августа ваше настроение тройка чаш радость встречи разговоры может даже пирушки с кем-то какие-то совместные дела совместные причем знаете дела душевные вот именно по велению души по велению сердца может быть какой-то праздник какое-то очень радостное мероприятие вот вот чем наполнено будет ваше настроение на этой неделе посмотрим какие же события могут скажем так спровоцировать такое настроение или ваше настроение вызовет соответствующее событие но погулять с кем-то встретиться на этой неделе однозначно вам захочется каких-то совместных дружеских дел каких-то совместных посиделок и так далее может быть даже знаете какой-то шопинг совместные опять же или что-то вот в этом роде так какие главные события пятерка пентакли пятерка пентакли дальше что у нас так туз мечей что еще и семерка чаш ну вот знаете пятерка пентакли она конечно говорит о необходимости переждать переждать какой-то момент пережить какую-то ситуацию пережить какое-то обстоятельство ну может конечно она и говорить о каком-то разочаровании что ли может и о недостатке денег может о неполучении той суммы которую вы рассчитывали или неполучении дохода или ну то есть каких-то выплат ну также карта может для кого-то проиграться необходимостью помощи со стороны вашего ближайшего окружения вот знаете самое интересное самое интересное что вот при таком настроении да казалось бы легкость такая воздушность желание не заниматься чем-то серьезным отдаться каким-то душевным порывом творчеству события на которые указывают эти карты в основном вот две карты они как бы не подтверждают возможность вести вот себя быть вот под таким настроем под таким настроением но тем не менее друзья мои тем не менее возможно пятерка как раз пентаклей может показывать что вот эта остановка вот это какое-то обстоятельство вынужденное обстоятельство не зависящее от вас обстоятельство и может как раз спровоцировать вот такое ваше настроение да посидели подумали оценили с новой стороны новый взгляд как говорится бросили на создавшуюся ситуацию и пришли к выводу собственно а чё расстраиваться то все что не делается все делается к лучшему тем более у нас туз мечей он как раз может проиграться у вас как разрешение какой-то задачи разрешение какого-то конфликта как бы раз что вы сможете расставить точки над и разрубить гордио в узел или поставить как говорится на своем на своем интересе дайте отпор получить какую-то информацию и от этого от этого у вас вполне может появиться вот такое легкое настроение тем более у нас следующая карта посмотрите какая она воздушная какая она легкая девочка играет с бабочкой ну это змей похоже да змей запускает змеи в общем-то ее больше ничего не интересует очень созвучно кстати ваше настроение и вот эта карта ну конечно она может говорить семерка чаш о том что могут появиться у вас некие иллюзии или кто-то может создать перед вами некие иллюзии легкости изгнать ощущение тревоги ощущение трудности посмотреть на ситуацию совершенно с другой стороны принять может быть ну не совсем адекватные решения не совсем правильное точнее решение но вот в данном случае в данном случае возможно оно как раз и будет самым правильным что можно еще добавить друзья мои ну во первых нет у меня ощущения какой-то тревоги от этой карты нет у меня ощущения того что вот что-то такое вот что-то ой-ой-ой и ай-яй-яй то есть вот этот туз мечей у меня абсолютно не вызывает опасности наоборот друзья мои он говорит скорее всего о нахождении выхода о правильно принятом решении о концентрат сконцентрированности на какой-то цели задачи проблемы и возможности кстати говоря возможности может даже что-то заморозить на чем-то остановиться какой-то процесс может остановить какую-то проблему аннулировать вот что-то вот в этом роде друзья мои поэтому в принципе есть повод порадоваться есть повод расслабиться есть повод может быть для кого-то и отпраздновать что-то после вот такой ненастной погоды после может быть своего рода печали трудностей ну в данном случае у меня вот эта карта пятерка пентаклей она вызывает тоже тревоги потому что ну человек сидит под в общем-то хорошим большим грибом который защищает от дождя он не промыкает он спокоен он сидит и ждет просто ждет когда же дождик закончится а он закончится однозначно ну что ж давайте теперь посмотрим какие конфетки вас ожидают и какие занозы и так какие конфетки ожидают принц кубков друзья мои приятная поездка приятная встреча ну для кого-то покупка возможно автомобилей или может быть и поездка или приезд очень такого долгожидаемого может гостя приятного гостя который вам душевно близок так скажем получение новостей получение новостей друзья мои также которые заденут ваши струны чем-то порадуют и в общем-то карта вашего настроения она очень созвучна из этой карты хорошие новости хорошие встречи приятные точнее встречи дружеские какие-то предложения предложения любые могут касаться и любви и работы каких-то дел личных дел по дому по хозяйству то есть очень приятная конфетка вот именно она для души какая заноза вас ожидает или какие занозы ну десятка мечей действительно сам рисунок даже говорит что вот эти мечи они как занозы ну будет какое-то препятствие друзья мои будет вполне возможно а может правда занозу посадите в пальчик это тоже бывает ну может об что-то уколитесь может быть какое-то легкое недомогание прервет ваши занятия или ваши какие-то дела но друзья мои это просто заноза она закончится и десятка мечей она тоже говорит что это будет кратковременно кратковременно придет и уйдет совет картеру так восьмерка жезлов ну это скорость друзья мои это динамика это энергия вот что вы должны взять на вооружение на этой неделе друзья мои если требуется какая-то поездка езжайте если требуется увеличить скорость ваших действий увеличивайте ну торопитесь торопитесь не теряйте время не теряйте шансы не теряйте возможность может быть с кем-то встретиться в кого-то влюбиться куда-то съездить занять лучшее солнце лучшее место под солнцем ну в общем друзья мои все зависит от вас и эта карта очень это позиционирует кроме того восьмерка жезлов также намекает что друзья мои могут быть новости ну в принципе мы и ждем этих новостей и надо прислушаться к этим новостям возможно даже использовать в своих интересах ту информацию которую вы получите вот такой прогноз у нас получился легкий динамичный приятный ну на мой взгляд и мне остается только пожелать вам действительно на этой неделе легкого настроения приятных встреч дружеских любви взаимопонимания здоровья денежек побольше ну а самое главное будьте счастливы будьте счастливы и до новых встреч на моем канале и моем инстаграме приветствую вас дорогие мои водолеи с вами опять я Татьяна Шаманова сегодня у нас будет прогноз на недельку со второго по восьмое августа посмотрим какие же вас события ожидают какие приятные конфетки будут ну будут ли без анозы бывает что их и нет вот совета спросим как всегда у картеру ну обзор этот конечно очень короткий друзья мои да очень короткий все таки это неделя чего уж там говорить чего размазывать поэтому мы остановимся только на основных моментах и еще краткое сообщение к сожалению по состоянию здоровья у меня не получилось сделать прогноз на август по знакам зодиака ну вот что есть то есть вот поэтому не ищите друзья мои не ищите этот прогноз ну на сентябрь я надеюсь что сделаю обязательно итак вернемся к нашим делам какие события вас ожидают на этой неделе ваше настроение десятка мечей так ну давайте сразу события какие события вас ожидают сила король пентаклей и верховная жрица друзья мои ну что сказать что сказать ваше настроение десятка мечей ну во первых что то вы хотите окончательно закончить на этой неделе чего бы вам не стоило через силу может быть через усталость недомогание может быть кто то на этой неделе захочет может быть пройти какой то медосмотр или плюнуть на все и наконец-то заняться своим здоровьем может кто то на этой неделе будет настроен порешать дела с работой или уволиться или наконец-то ее найти в общем тут дела могут быть ну скажем так настроение может быть серьезное острое вот ну и карты показывают друзья мои карта сила уже говорит что придется прилагать усилия силу воли очень работать либо над собой либо над обстоятельствами кстати говоря вполне возможно что ваше настроение может как раз вызвано будет и вот этими событиями понимаете сила это когда ситуация требующая разрешения и причем не скажем не абы как а вот именно серьезно подойти к делу настроиться взвесить все за и против потому что если это связано с отношениями то ваш противник или оппонент или партнер или партнерша с которым могут какие-то там обстоятельства возникнуть они непросты и просто так как говорится этот вопрос не порешать так что настраивайтесь на серьезный лад настраивайтесь на серьезный подход вырабатывайте стратегию вырабатывайте тактику если требуется манипулировать или требуется как там найти подход мягкий подход может хитрый подход но он этот подход позволит вам получить то что вы хотите не исключено друзья мои что карта сила для кого-то может проиграться как давление со стороны тем более у нас тут король пентакли возможно это с какой-то статусная какая-то статусная персона и этот человек чем-то будет на вас давить может это связано с финансовыми может быть связано с какими-то делами в том числе кстати говоря и личными делами может даже и любовными делами вот поэтому тут у каждого из вас будет своя песня своя история верховная жрица ну она может для кого-то проиграться какими-то воздействиями магического характера или воздействием тайной персоны из-за спины так что смотрите если у вас есть острая ситуация и может кто-то повлиять из-под тишка на вас так что смотрите будьте как говорится готовы к этому ну конечно верховная жрица для кого-то может проиграться раскрытием тайны или необходимостью вам что-то скрывать от кого-то либо получением тайной информации вот может кто-то начнет очень глубоко познавать глубоко зарываться в суть дела в суть документов искать что-то понимаете может это связано с вашей профессиональной деятельностью вполне возможно ну для кого-то это может проиграться действительно погадать на этой неделе на серьезную тему или встретиться допустим с торологом с гадалкой или с другими способами гадания чтобы узнать какую-то истину чтобы узнать какую-то правду бывает и такое ну что ж теперь давайте посмотрим какие конфетки вас ожидают тем более видите если вы очень так это сильно намеренно что-то закончить над чем-то закруглиться что-то порешать то в принципе действительно понадобится вот такое и понадобится и сила воли и понадобится информация понадобится все может этот для кого-то король пентакли окажется вашим помощником вашим спонсором вашим покровителем вполне возможно а может и любовником или вашим партнером супругом бывает и такое так какие конфетки и занозы вас ожидают какая конфетка вас ожидает ух ты четверка жезл друзья мои хорошая конфетка это отдых это победа это вечеринка это возможность окончательно порешать какую-то задачу какую-то работу выполнить когда можно расслабиться это встреча на луне природы это праздник то есть это друзья мои конфетка вдвойне мало того что сама карта по себе очень позитивна и еще плюс к этому она в позиции в позиции конфетки да какой-то праздник друзья мои какая заноза вас ожидает интересная заноза конечно шестерка жезла вот знаете мне кажется здесь заноза не пахнет учитывая выпавшие карты ну вот нет у меня такого ощущения что будет у вас какая-то заноза нет друзья мои все вы преодолеете все вы порешаете может даже благодаря какой-то вынужденной поездке или вынужденной встрече просьбе но все утрясется на этой неделе да победа будет за вами ну и какой совет давайте посмотрим правосудие совет действовать в рамках закона в рамках морали скажем так этики ну и конечно же добиваться справедливости и добиваться равновесия баланса ваших интересов и интересов с кем вы будете сталкиваться вот такой совет мои хорошие на этом я закругляюсь мне остается только вам пожелать любви пожелать здоровья легкой недели веселой недели приятных встреч ну а самое главное будьте счастливы будьте счастливы и до новых встреч на моем канале и моем инстаграме приветствую вас дорогие мои рыбки золотые мои рыбки с вами опять я Татьяна Шаманова сегодня у нас будет очень кратенький прогноз на недельку со 2 по 8 августа посмотрим какие события вас ожидают главные события какие конфетки какие занозы спросим совета у карт 2 в общем все как обычно маленькое сообщение мои хорошие я нынче не смогла сделать прогноз событий на август по знакам зодиака так что вот так вот получилось увы и ах но здоровье мое сказало стоп отдохни пришлось подчиниться и так далее ну что ж вернемся к нашим делам какие события вас ожидают на этой неделе ваше настроение отличное настроение друзья мои королева жезлов вперед из песни не отступать и добиваться своего сделать все что возможно и невозможно вообще знаете королева жезлов это когда человек управляет не только собой но и управляет событиями управляет людьми и добивается чего да и добивается того чего хочет что ж отличный настрой друзья мои ну что ж посмотрим какие события принесет такое ваше настроение а может быть события спровоцирует вас быть такой боевой динамичной энергичной и так какие события дьявол друзья мои какие-то хотелочки появятся очень сильные хотелочки ну может быть связанные с деньгами может быть связанные с любовью да мало ли с чем может для кого-то возможно дьявол проиграется как сбросить себя желанием сбросить себя какие-то цепи цепи зависимости цепи влияния на вас понимаете и у вас получится у вас получится ну давайте посмотрим что еще ага пятерка жезлов кстати говоря дама жезлов настроение еще и поколдовать помоги так что рыбки кто-то из вас будет шуршать на этой неделе шаманить чего-то видимо захочется очень очень либо обратиться к специалисту по этому вопросу ну может конечно и на вас какое-то энергетическое влияние под дьяволу может быть и вы почувствуете магическое влияние будете делать чистку вполне возможно друзья мои тем более тут у нас пятерочка жезлов это уже говорит о каких-то спорных вопросах непростых ситуациях непростых отношениях может с кем-то размолк выяснение отношений защита своих интересов защита своих прав ну скажем так войнушка какая-то легкая ну пока только вот на словах ну давайте еще одну карту посмотрим ага карта суд друзья мои ну да неделя у вас интересная очень интересная и вполне возможно для кого-то будет насыщенной и может на этой неделе открыться какая-то другая сторона какое-то новое событие и вы может с новой стороны увидите какое-то обстоятельство может даже какого-то человека посмотрите может с новой стороны на какие-то отношения вообще на то что происходит в вашей жизни как вы знаете может произойти обновление обновление и вас или обновление ситуации ну в принципе неудивительно тогда вот такое ваше настроение по королевой жезлов потому что да королева жезлов если она захочет что-то сделать она сделает и сделает это тщательно решительно бескомпромиссно и тем более если вы захотите на этой неделе что-то обновить что-то от чего-то избавиться у вас это выйдет скорее всего легко да непростые карты карта дьявола и карта суд друзья мои это однозначно какие-то перемены однозначно какое-то сильное противоборство борьба с чем-то не обязательно знаете может быть даже не обязательно это борьба с людьми скажем так может быть даже это борьба лично ваша с вами с внутренним каким-то противостоянием что ли или может кто-то захочет вырваться ну скажем так на свободу из из каких-то своих внутренних ограничений потому что дьявол может и об этом говорить друзья мои интересно интересно ну что ж ладно пойдем дальше посмотрим может нам конфетка откроет на какую на что-то глаза более детально подскажет и так какие конфетки вас ожидают может карта говорить о выздоровлении друзья мои ну я вот и знаете еще даже на себя вот проявитирую все-таки я тоже рыбка для меня карта суд выздоровление это вот совсем бы хорошо совсем бы хорошо а то я вас забросила нет возможности отдаваться каналу так как хочется давать вам новую информацию так какие конфетки нас ожидают ооо друзья мои двойка кубков это встреча это приятные разговоры ну для кого-то это свидание любовь для кого-то это приятное общение с детьми может быть даже или с родственниками или с подругой с другом да мало ли с кем то есть с человеком который вам очень близок по духу близок по душе и еще знаете эта карта бывает говорит иногда это как и о внутреннем равновесии в душе так что выбирайте что вам лучше может быть даже знаете помощь от кого-то придет да вполне возможно друзья мои помощь совет поддержка какие-то новости можете получить тоже очень приятные так какие занозы вас ожидают шестерка мечей ну если и были какие-то занозы то они уйдут друзья мои уйдут проблемы то есть шестерка шестерка мечей она в первую очередь говорит об избавлении от чего-то ухода из трудной ситуации в лучшую ситуацию то есть понимаете ну так же может быть конечно и говорить о поездке какой-то о переезде о расставании ну в данном случае конечно расставание вынужденное что дальше уже терпеть некуда вполне возможно друзья мои вот карта дьявол как я уже сказала что может проиграться у кого-то как избавление от какой-то зависимости от каких-то отношений от каких-то связи избавление от какой-то нудной работы вообще от какого-то очень сложного обстоятельства и в данном случае может быть действительно вот это заноза для кого-то будет единственным выходом из этой ситуации непростой ситуации так что смотрите так и какой совет нам тут влюбленные ну карта влюбленные в первую очередь говорит об отношениях то есть сохраняйте отношения с людьми которых вы любите которые вам дороги и которые вас любят которые к вам тоже бережно относятся может быть карта подсказывает как раз обратить внимание в вашем окружении на таких людей может вы не замечаете а они есть так что присмотритесь ну и конечно же карта может для кого-то советовать сделать правильный выбор да если у вас есть такое обстоятельство что нужно или 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 это или другое то для вас будет очень актуально все таки не тянуть резину и на этой неделе сделать этот выбор вот такой прогноз у нас получился ну что ж хорошо мне остается только закруглиться и конечно же пожелать вам здоровья пожелать вам хорошего настроения приятного общения взаимопонимания любви ну а самое главное будьте счастливы и до новых встреч на моем канале и моем инстаграме все в все и и